Джаз Саунд Извечный вопрос о том, с чего же начинается джаз, многие спешат с ответом, с импровизацией. Запись этой передачи, в которой принимает участие известный контрабасист России Анатолий Бабий, заехавший на денек в город Орел, дабы навестить своих друзей, тоже своего рода импровизация на не менее извечную тему о скитаниях по путям и дорогам, которые в конечном итоге объединяют нас вместе в борьбе за наше безнадежное дело. Но вначале мы вспомним юбилейные памятные даты, а также обозрим джазовые новости. 21 октября 1917 года родился трубач Дизи Гелеспи, который принадлежит к наиболее значительным трубачам джаза и джазовому музыкантам вообще. Его значение для современного джазового стиля не меньше, как значение Луи Армстронга для традиционного джаза. 31 октября 1941 года в Огайо скончался Чу Берри. Наряду с Колманом Хокинсом и Лестером Янгом он третий выдающийся тенорист классического периода свинга. 21 октября 1926 года в Нью-Джерси родился виброфонист и трубач Дон Эллиот. Он работал у Тедди Уилсона, Бенни Гудмана, Бадди Рича. 28 октября 1916 года появился на свет тромбанист Билл Гэррис. Долгое время он играл у Вуди Германа. 26 октября 1927 года родился Уоррен Мэрион Марш. Учился и играл исключительно в Селении Тристана, стал одним из главных представителей его школы. 29 октября 1925 года родился тенор-саксофонист Джон Хейли. Музыкальную карьеру он начал в 1941 году у Кенни Бейкера. Работал у Бобби Шерварда, Бенни Гудмана, Вуди Германа, Джерри Маллигана. 31 октября 1900 года появилась на свет певица Этель Уотерс. Она была очень популярна в 20-е годы как исполнительница блюзов. В 30-е годы она стала одной из известнейших фигур в мире шоу-бизнеса. Имела большой успех на Бродвее и в Голливуде. Снималась во множестве фильмов. Самый известный с ее участием «Хижина в небе» 43-го года. Из последних новостей. В Лондоне появился новый русскоязычный журнал под названием «О». В нем имеется рубрика, посвященная джазовой музыке, которую редактирует ведущий джазовых программ русской службы BBC Алексей Леонидов. Фирма «Хармолодик», которая является отделением гигантской фирмы грамзаписи «Полиграм», выпустила новый диск Орнета Колмена «Тон Дайлин» в приблизительном переводе «Градуировка Тона». Это его последний диск за прошедшие 7 лет. На этом мы джазовую хронику заканчиваем и переходим к исторической записи, которая была сделана 19 октября 1995 года. 19 октября 1995 года. Я иду со своим черным дипломатиком по улице города Орла и захожу в Орловское музыкальное училище, дабы проведать Виктора Некрасова и забрать у него афишки, которые он собирался переправить в город Курск на концерт оркестра популярной джазовой музыки Орловской государственной телерадиокомпании. Захожу я в училище, в комнату номер 41, открываю дверь. И что бы вы думали, кого же я вижу? Сидит Виктор Некрасов, такая большая, приятная, милая компания. И с ними человек совершенно незнакомый, в очках, такой красивый, не очень толстый. Но, конечно же, захотел я узнать, кто же такой оказался Анатолий Бабий. Анатолий Бабий, который к нам приехал неизвестно как, неизвестно когда, и неизвестно как он попал вообще в Орловское музыкальное училище. Так, хочу вам представить Анатолия Бабия, Виктора Некрасова в передаче «Джаз Саунд». Но меня представлять недавно Николай Николаевич Смирнов. Ну, во-первых, я сразу говорю, что, может быть, наш гость обидится, я здесь почему-то знаю как не Бабий, а Бабий. Почему-то, и так весь мир знает его. Анатолий Бабий, если он об этом кому-нибудь расскажет, я думаю, что моя карьера как ведущего «Джаза» и «Передача» на это, наверное, закончится. Итак, Анатолий Бабий, сегодня в гостях у «Радиоэкспресс» на программе «Джаз Саунд». Добрый вечер. Добрый вечер. Меня не смущает ударение одно и другое. Ну, ты понимаешь, русское, украинское там такое? Нет, не русско-украинское, еврейское, там, не знаю, молдаванское, генгерское, или как там еще назвать, речь идет совсем о другом. Я в «Орел» попал, с одной стороны, как бы случайно проездом, а с другой стороны, конечно же, не случайно, потому что я заехал проведать вот как раз вот этого человека. Которого я тоже зашел проведать. Которого ты зашел проведать. Да, истинно, несправедливо, судьба Господи. Это судьба. Это судьба. Самовыражение у лиц, когда я зашел. Видимо, да. Я имею в виду милитаристско-оджазовое отношение. Это, наверное, быстрее всего, быстрее всего, что хочет сказать он, с одной стороны, с другой стороны, что хочу сказать я. И мы хотели послушать друг друга, потому что не очень часто встречаемся. И поэтому вот я заехал. Извините, можно я вас перебью? Просто я немножко так введу курс дела. Дело в том, что Анатолий Бабий, который был ведущим пятого нашего Орловского фестиваля, в то же время участником еще двух концертов и фестивалей. Он наш постоянный гость, и все слушатели, и любители джаза знают, что это прекрасный музыкант. Это лаурет многих международных фестивалей. Это уникальный человек, который вообще считается уникальным не только что в России, но и в мире. Дело в том, что он играет соло на таком инструменте, который, в принципе, солирующий никогда не считался. Это солист-контрабасист. Он играет на пикколо-контрабасе. Он пишет себе авторские программы. У него есть масса своих редакций. Он пишет ноты для удивительного инструмента. То есть в джазе может существовать даже такой инструмент, как контрабас, который будет единым солирующим инструментом, который, в принципе, полностью добирает публику. Кто помнит по Орлу, то все с удовольствием его встретят на следующем фестивале, который произойдет. Вот такая реклама для Анатолия, нашего гостя. Он даже не покраснел, он знает, что он этого достоин. Я покраснел. Покраснел. Вы очень лестно говорили обо мне, но ввиду того, что я человек совершенно взрослый и, в общем, музыкант, ну, как ты сказал, у меня есть свои мнения насчет того, что делаю я. Своё творчество. Да, конечно же, нет проблем. Я понимаю, что когда мы хотим представить друг друга, мы там говорим очень приятные вещи, но я бы сказал о себе не очень приятные. Ну, в то же время, Дюк Лингтон ни одной своей запись, ни одного своего концерта не считал, что его оркестр играет достаточно хорошо. Так что это, в принципе, для музыканта это является показателем того, что человек еще не исчерпан, что у него впереди еще какое-то творческое начало, творческие поиски какие-то. Ну, в отличие, скажем, от Давида Семеновича Голощенко, на своих концертах, на которых я бывал неоднократно, утверждал и, так сказать, ориентировал публику на то, что им так повезло в жизни, что, пожалуй, больше уже такого честа не будет. Ну, это был более смелый человек и видно тут, что с чем-то связан. Виктор Валентинович, ну, а вот у меня вопрос к человеку, который Анатолий Бабия знает, естественно, гораздо более давно. Откуда же взялся Анатолий Бабий, так сказать, откуда он вот произошел вообще? Я буду опять рассказывать, если я что-то такое совру не то, прошу извинить. Насколько он мне рассказывал, что этот человек полюбил контрабас совершенно случайно, я не помню, при первой, при второй встрече состоялся такой разговор. Я говорю, Толик, как ты научился играть на контрабасе? Очень просто. Нужно было покрыть крышу, перекрыть крышу какому-то там человеку, специалисту, был такой, да? Контрабасист. Контрабасист. И он мне быстренько рассказывал, как это нужно играть. То есть, оказывается, на контрабасе очень легко научиться играть. Толик, так как ты научился играть на контрабасе? Ну, вы так. Значит, я могу объяснить. Вообще, это очень все, с одной стороны, как если рассказывать, очень просто, а с другой стороны, крайне сложно. Получилось так, что человек, который мне предложил покрыть ему крышу в свое время, он был контрабасист, и он слышал низкие частоты. А я его воспринял как человек, который его понимает. То есть, мне было там 15 лет, и я не хотел ходить в обыкновенную школу, хотел что-то такое рисовать, играть. Я сейчас расскажу вам очень много интересного про контрабасистов. Во-первых, это уникальные люди, это самые добрые, самые терпимые, это не солисты, это те люди, которые, грубо говоря, заносят хвост каким-то солистам, которые должны обеспечить тылы и зады, и все, что угодно, и как там. То есть, это люди, которые должны обеспечить все для ансамбля. Да, и поэтому это самые лучшие музыканты, это самые, которые делают черную работу и не обижаются на это. Дорогие радиослушатели, вновите момент соприкосновения с самыми лучшими людьми, которые сегодня для вас говорят в другом эфире с контрабасистами. У нас в студии Орловский контрабасист Виктор Некрасов и контрабасист Анатолий Бабеев, который приехал к нам в гости из города Москвы. А сейчас, господа, давайте сделаем паузу в нашем разговоре и послушаем пьесу Анатолия Бабея «Позолоченный век», где на всех инструментах он играет сам. Анатолий Бабея «Позолоченный век» 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Я думаю, что наши слушатели тоже помнили, что контрабас самый знаменитый инструмент, которые на него говорят, самые лучшие люди вообще в джазе. А какой самый злой джазовый музыкант? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я могу на него ответить, я могу на него ответить, я могу на него ответить, что злых музыкантов в джазе не бывает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какая самая самая плохая болезнь? По своей сути и по своей сути и по характеру, он изучает вот это, вот предположим, ну так, объективно называем слово «это», и передает это другим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет, доброта заключается не в том, что вот он там может сидеть и проследиться, а в том, что он это изучает и пытается это передать другим. Вот доброта, видите, как раз заключается именно вот в этой вещи, вот в этой детали. Сегодня философию джаза для нас излагает музыкант Анатолий Бабий. Вы меня извините, философия джаза это такая, в общем-то, очень серьезная вещь. Мы сегодня с вами, кстати, ну сидим вот здесь, там где-то сидели еще, неважно. Я просто, ну, вы вырежете это все. Нет, это все впадет, нет, зачем? Ну, неважно, личная фраза. Нет, ну, понятно. То есть мы просто излагаем философию жизни. Почему я объясню? Потому что понятие музыка, музыка, вот для людей, в общем, это понятие гармонии. Значит, понятие гармонии, конечно же, это вот та деталь, которую мы забываем сейчас, в наше время. Я объясню почему. Потому что даже в старое совковое время, когда были люди, как мы называли там, коммунисты, комсомольцы, ленинцы, я ко всем с уважением отношусь. Их идеи были правильны, но они не были правильно реализованы. Значит, быстрее всего надо прислушиваться к людям искусства. Почему? Потому что, может быть, в этом секрете, который все хотят разгадать, то есть понятие гармонии, может быть, вот через искусство, через музыку, через какие-то там, может быть, скульптуры, танцы, через балет и так далее, мы можем как-то приблизиться к понятию, что такое гармония. Потому что понятие гармонии в общем, это идеально. Это слово идеально. Окружающая жизнь, она не может являться бы гармоничным началом. Она никогда не может быть. И поэтому она реально и реалистична. Реально. И вот, говоря, так сказать, о музыке, как бы, перенося вот этот момент на музыку, то направление, которое сложилось, может быть, в европейской культуре, которое называют новоджазовая музыка или там новая музыка, которая, так сказать, как бы ломает гармонию, получается, оно более реалистично, нежели, чем те стандарты классические, которые исполняют, играют, играли многие музыканты. Может, она более реалистична? Я могу ответить. Можно я отвечу, потом ты видишь. Я как гость. Попрал. Потому что ведь мы стоим перед парадоксом. То есть, получается, та новая музыка, которую, допустим, сейчас исполняют, играет, она, как бы, так сказать, обывателя отталкивает от себя. Парадокс заключается в чем? В очень бесхитростных вещах. Вот, когда фокусник показывает фокус и говорит, я вот беру коробок вот в этой руке, а потом перекладываю, а потом вот так, и вдруг ничего нет. И никто не понимает, что происходит. Это примерно то же самое, что я беру контрабас и играю на нем, как бы, как на скрипке. Понимаете? То есть, с такой же техникой, и как это происходит, и почему, это тоже является загадкой для всех. Этот звук, который ты хочешь издать и передать другому человеку, который сидит перед тобой, он должен быть с твоим отношением. С твоим внутренним отношением. Сразу все. Если, не дай бог, не будет твоего внутреннего отношения, тогда это будет не музыка, это будет, как партитура написана. Здесь, вот, как раз джазовые музыканты сталкиваются с тем, что они должны, как бы, и уметь играть, и уметь на ходу делать партитуру, правую, да? И на ходу делать двухголосие, там, трехголосие, понимаешь? И вот эта вся ситуация, значит, тот комплекс, который мы отправляем для людей, он должен, как бы, на них и воздействовать. Если меня не понимают в зале, вот я так, для себя считаю, то я думаю, что, наверное, я что-то не так делаю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Это была тема Перкинса «Звезды над Алабамой». Дима Торзок Я исполнял Анатолий Бабей. Анатолий, ну, у меня есть к вам вопрос довольно тривиальный. А какая музыка, какая джазовая музыка вам наиболее симпатична, скажем так? Я люблю музыку «Везерепорт», «Вэйншортера», «Махавишну». Я очень джазовый человек, совершенно традиционный. Я люблю Луи Амстронга, я люблю Сони Роллинза, я люблю Джорджа Девувье и Рон Картера. То есть я назвал вам совершенно противоположных людей, но я их люблю всех вместе за одну черту, которая у них у всех присутствует, потому что эту черту нашел я. Мы прервемся для того, чтобы послушать музыкальный отрывок из пьесы Джона Маклафлина «Пауэллаф. Сила любви» с компакт-диском «Махавишну Окестры», запись 1990 года, которую мы специально ставим для нашего гостя из Москвы, контрабасиста Анатолия Бабия. Анатолия Бабия Анатолия Бабия Анатолия Бабия Анатолия Бабия Анатолия Бабия Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова